Начался турфорум с делового завтрака от имени главы города Сочи. Рассмотреть проблемы и найти общий язык с властью для туроператоров и турагентств страны – это большой успех. Вопросов оказалось немало. Анатолий Пахомов обсудил со специалистами туриндустрии и курортный сбор, и способы улучшения качества услуг. Готов курорты делиться накопленным опытом в части внутреннего туризма. Мы сами еще совершенствуемся, учимся, мы продвигаемся. Стагнации здесь не должно быть. Это туризм. И, конечно, для Сочи это тоже важный момент, потому что все эти туроператоры, турагенты приезжают в Сочи, видят возможности в Сочи, имеют возможность заключить договор. А для нас это системная работа, системная, плановая. То есть мы реально понимаем, как загружается город-курорт на круглый год, какие месяцы. Мы планируем мероприятия. И инвестиционной привлекательности у города тоже хватает. Потенциала здесь предостаточно, отмечает мэр. Планируется в круглогодичном Сочи строительство новых объектов для привлечения туристов в зимний период. Сочинский подход к развитию туризма подчеркнул помощник президента России Игорь Левитин. Это та модель, которую необходимо интегрировать и другим регионам страны. Форум для нас очень важный. Он форум въездной. То есть мы должны показать, насколько красива наша страна, насколько мы с вами готовы сделать комфортным пребывание гостей здесь. И в Сочи, конечно же, это пример того, как необходимо организовать туризм. В рамках турфорума Игорь Левитин станет модератором одного из круглых столов, готов поговорить с коллегами об изменениях в законе о туризме и сам руководитель Ростуризма. Олег Сафонов отметил, что это самая подходящая площадка для профессионального диалога, которая с каждым годом приобретает все больше масштаб и авторитет, а также способствует развитию туризма в стране. Я хочу поблагодарить руководителей города Сочи, Анатолия Николаевича, за то внимание, которое уделяется развитию туризма в Сочи. И можно сказать, что по праву Сочи стал одним из самых главных туристских кластеров в Российской Федерации. Здесь очень комфортно, интересно отдыхать жителям нашей страны и приезжать туристам из-за рубежа. И это показывает и подтверждает динамика увеличения туристских потоков. Наибольшее число участников традиционно приехало из Краснодарского края. 6 тысяч квадратных метров медиа-центра заняли крупные сочинские отели, представители турбизнеса Геленджика, Анапы, Крыма. К курортам юга страны присоединились Адыгея, Ростовская, Вологодская, Кировская области, Ханты-Мансийский автономный округ. Задача каждого – продемонстрировать все аспекты организации отдыха, туризма и лечения, а также ознакомиться с новинками и заключить прямые договоры на сезон 2017 года. Цель же самого Международного туристского форума в Сочи – показать всему миру, что у российской туриндустрии есть, что предложить, в том числе зарубежным туристам.